Что такое Олимпийские игры? Это состязание лучших спортсменов. В Расторгуевской библиотеке ребятам предложили совершить путешествия во времени, а точнее побывать в Древней Греции, стране, где давным-давно, за 8 веков до нашей эры, впервые проводились Олимпийские игры. Татьяна Пономарёва, заведующая детской библиотекой в Расторгуеве, решила посвятить очередное занятие своего кружка по рисованию именно этой актуальной теме. Вначале немного исторических фактов. Было в 5 дней незабываемых на Олимпиаде. Первое. В храме приносились жертвы. Дальше были гонки колесниц, пятиборья, бег, прыжки в длину, метание диска, копья и борьба. Другие виды состязаний. И пятый, последний день. Та-да-да-дам! Что это было? Приз. Приз. Награждение лавровым венком. А вот за лавровый венок Юлин художникам пришлось побороться в соревнованиях по бегу. Стоит отметить, что ребятам эта часть урока понравилась больше всего. Я люблю бегать. Не знаю, так получилось. Я думала, что я наоборот проиграю. Но получилось, что я выиграла. Татьяна Пономарева 16 лет. Была учителем рисования в школе. А теперь в библиотеке она ведет кружок для детей маленьких художников. Каждое занятие она посвящает определенной теме, чтобы было интереснее и познавательнее. Дети, конечно, все разные. Подготовка разная. И приходится корректировать уже по месту. И, соответственно, кроме того, что они у меня здесь учатся рисовать, еще и учатся и читать, и много читать. Потому что все, кто здесь приходит, они потом у меня забирают еще книжки и уходят уже домой с книжками. А сами понимаете, что в наше время приучить детей к чтению очень сложно. В заключительной части мероприятия ребятам предстояло вернуться к своим основным обязанностям и изобразить на бумаге один из видов спорта. Лиза нарисовала плавание. Девочка приходит на занятия вместе со своей младшей сестрой. Олимпийская тема урока пришлась ей по душе. Белать очень понравилось. Потому что я люблю заниматься всякими спортами, всякий футбол там играть и так далее. В преддверии наших побед олимпийских, таких тяжелых, мы решили наших олимпийцев поддержать по-своему, чтобы у нас тоже были маленькие победы в своей такой вот маленькой домашней обстановке. Но доставили детям радость. Я люблю футбол. Я занимаюсь футболом в Москве. Люблю баскетбол. Я играю с большими тут. И больше никакой спорт не... А, еще хоккей. И все. Я нарисовала танковый биатлон. Почему танковый биатлон? Мне понравилось. Я на него ходил по-настоящему, на телевизоре я его не смотрел. И мне нравится, потому что там танки, и я их люблю. А я и люблю технику. Со своими произведениями искусства, довольные и счастливые, узнавшие много нового и интересного, ребята уходили с занятия. Вот такое получилось спортивно-художественное мероприятие. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok